привет мои хорошие с вами юга и сегодняшнее видео я хотел бы посвятить такому вопросу боже как постно то боже мой это серьезно это я вообще разговариваю каждый раз когда так видео начинаю мне кажется кто-то в мою голову вселился честное слово как будто я не абсолютно не тот живой человек что на стриме но как показывает практика я все такой же живой и здорово все хорошо ну насчет здорово и конечно бы поспорил вместе аллергии боже меня уже честно говоря скоро доконает даже к этому видео приступая я дождался целых три часа чтобы прежде чем мне нос просто банально отглох потому что я дышать не мог но это все сами понимаете лирика но разговоры как раз такие и самый главный тезис сегодняшнего как говорится нашего разговора это месяц игры в tower of fantasy месяц месяц игры на английском языке в проект который я не собирался месяц не побоюсь этого слова дикого местами странного задротства и нравится ли мне все это и вообще так ли это может быть я все-таки обманывал может меня на стриме держат заложниках и не хотят на меня возвращать под предлогом я не знаю опубликовать мои нюцы которые кстати есть на бусте где кстати вы смотрите это видео у что ну ладно нюцев нет но все так но все равно довольно-таки горячо в общем нет ребят представляете прошел месяц а мне не то то чтобы даже не надоело меня все дальше и дальше прям заволакивает этот момент я осознал несколько вещей начинал я свое время с анимешной игры рагнарок онлайн промежуточные было прекрасно ирис онлайн и вот сейчас то ну еще были до этого всякие различные проекты которые попытались быть чем-то типа да господи 3 of saver банального даже то что вспомнить геншин пакт почему меня не взял это вполне себе очевидный был факт но об этом говорил что это соло проект нет абсолютно интересно мне интересует только ему rpg и вот она вышла копирка геншина это одно и то же миллионы наверное уже этих строк в чате навидался которые несут под собой абсолютно никакой конкретики самой главной логики люди все так же уповают на то что кто-то там песен петя вася сказал но все время или ленится или боятся даже попробовать что-то новое в общем для меня это остается загадкой люди люди они вот такие как говорится фоллаут и варварная ворчаемся как тут хуман хуман never change я не знаю как это сказать еще но люди вообще не меняется им принципе лень ну благо что есть те кто приходит на стрим интересуется им это ну важно и тут бы я хотел ну я продолжу все-таки более сначала в человечном аспекте да стримы курсе месяц прекрасных стримов я давненько такой не видел интерес к онлайн у меня на канале вообще в принципе каким-то с разговором нас по поводу игры я честно говоря испытываю вот этого нереальный кайф я всегда люблю поговорить про игры любимыми игр то что мне нравится поспорить человеком естественно в адекватной ключе не без оскорблений но ну как говорится в рамках разумного все чтобы это было и им знаете то уж не сейчас дает обсуждение билдов различных матриц вариаций что лучше что хуже как так в общем есть вот этот момент какой-то с какого-то соревнования соревновала соревнования но неплохого такого знаете фулу гэс лошара там пошел нахер нет такого нет а в принципе просто взаимопомощи какой-то и ты не знаю просто теплой компанейской атмосферы здесь есть pvp аспект именно в 11 я к нему еще скорее все чуть позже приду мне никуда не деться потому что за это придется получить ачивки так или иначе поэтому я скоро тоже с этим стряну хотя мне 11 pvp никогда не нравилось я всегда говорил что я не ареновая типа игрок я один на один пвп для меня лично очень тяжело переношу мне кажется постоянно ракую туплю и а если туплю ракую бишь убежусь и на себя значит расстраивать значит мне не нравится в общем такая схемка попробуем искоренять ну как говорится время покажут и стримчики хорошие стали и не хочу хвастаться но даже появилась какая-то небольшая реклама что тяжелое сейчас время действительно продвигает меня как человека по жизни до деньги она знаете ли такая штука прям очень нужная все просто начали как-то немножко забывать что стримеры лишились своего дохода сейчас и благодаря только преданным зрителям которым я вот так прям до возможности стола клонюсь большое вам ребятки спасибо все что не как говорится не кидаете что все так же остаетесь оставляйте меня очень смотно слово будет в ресурсе это круто это на самом деле я хочу все так же продолжать ну радовать вас тем что мне нравится и нравится вам вот это вот симбиоз получился спустя большого количества времени игры black desert блин так неожиданно я все время себя знаете вот ну вот подставляя под это все по какое-то время думал да нет 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 а что я сейчас делаю готовлюсь 15 сентября к баннеру с клауди буду собирать физмету потому что но почему собственно и нет мне что-то начинает нравиться в игре какие-то ее аспекты я читаю лор игры есть очень много ресурсов блин я не понимаю я не понимаю почему почему здесь в мобильный дрочиль не как бы кто-то сказал много есть люди занимаются с этим большим интересом и подходят ко всем возможным именно а это очень круто ресурсным соц сетям типа телеграма или пока очень круто что на самом деле аккумулирует публику я честно говорю не ожидал такого честно не ожидал я думал здесь будет очень постные на две недели максимум максимум я больше ты не предполагал что месяц назад я такой что я не предполагал что буду записывать это видео параллельно набивая ачивка на убиву на убийство тысячи кроликов просто потому что ну потому что это ачивка потому что надо ее сделать понимаете потому что надо будет всего лишь 350 из тысячи как бы специально этим сейчас пока еще не занимался но в любом случае под разговор на видео почему вы этим не позаниматься и я не против этого я не против закрывать ачивки я не против так или иначе проводить время здесь и не в какой-либо другой игре потому что я нашел себя здесь мне здесь хорошо и спокойно вот удивитесь но так хорошо и спокойно мне последний раз бы до было несколько лет назад сейчас я на бы долго смотрю я не могу на него вообще смотреть честно игра превратился в превратилась дом 2 с обсусоливание всевозможных а то а все опять один не интересно стал я не знаю вот просто глобальный ней тогда это было не интересно и сейчас это не интересно попытки меня втянуть во всякое это дерьмо соответственно ни у кого не получились и были полностью провальными а я все а я как говорится даже не поддаюсь не провокации зачем это мне нужно по факту мы получаем то что мне здесь просто банально по-человечески хорошо ну вот 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 хорошо и я продолжу здесь также находиться насколько не знаю еще несколько недель назад я мучился и реально мучился вот эти моментов ну как так-то блин я не играю там пацаны и ребята бы до шары меня ждут но парадоксальный тот факт что я не как бы ни от них не отказываюсь от этих людей кто ждет меня в бы до но и они мне должны понять что там я возможно как стример просто закончился такое бывает ну реально бывает же выгорание как годно можете назвать это но здесь когда появился онлайн больше чем black desert и появилась поддержка и это поддержка не только в онлайне и финансов человек не дурак он начал просто как-то стараться жить этим моментом не то чтобы там подстраиваться под какую-то ситуацию нет уметь им наслаждаться я вот не умел и вот сейчас знаете активно этим пользуюсь кого обидел ты извиняйте и я понять что не могу ну даже не пойму чем я могу кого-то там обидеть сложившись ситуации но если таки есть сори мне сейчас хорошо именно с точки зрения игры мне сейчас просто замечательно и менять я ничего пока в ближайшее время не буду разве что только новое оружие в товару фэнтези это касаемо чего-то личного чего-то более сокровенного с чем и хотелось поделиться с вами вот не знаю я долго видать тоже шел к этому разговору ты же понимаешь слову не воробей а все что не воробей слова и слова не в общем суть вы поняли сказав это опубликовав многие скажут фубле короче что ты стримерок совсем мол типа ну нахрен ты нам такой красивый сдался ну мы вообще тут бы до как бы смотреть пришли а ты тут свои тофы показываешь анимешные ну иди ты нахер ребят я не буду никого держать честно я если вам радовал вас тогда контентом по black desert то сейчас не радую потов и давайте расстанемся просто друзьями потому что так или иначе я не говорю был везер тут прощай мне несколько не могу сказать но сейчас такой этап жизни что именно такой сейчас этап что сказать это нужно по крайней мере для того чтобы отдохнуть от этого всего и меня это активно получается в общем можете на самом деле если хотите порадоваться за меня мне будет приятно вот теперь а лично мы поговорили говорится поделился с вами сокровенными мыслями поговорим об игре что ж тут такого интересного начало происходить что юга батькович не начал просто проводить в этой игре какой-то сумасшедшее количество времени а и происходить начало какое-то не сразу по мне по моим меркам какое-то сумасшедшее контент в мобильной как еще раз повторюсь дохать драчей не начал появляться с очень часто периодичностью количество ивентов которые проходят от патча до патча все это как-то меня ну лично как-то чуть насторажил думал типа в чем подвох никакого подвоха нету оказывает ну просто пацаны работают я не слышал и многие говорили что в китае игра не зашла но сейчас после патча 2.2 которая недавно состоялась премьера в китае игра приобрела я бы сказал бы новое дыхание что там появилось это просто сумасшедший дом представляете ребята я уже не буду говорить про про активность и про целый город в стиле киберпанк про то что ты там можешь купить свою квартиру принимать душ ходить в туалет там блин мы сидели на днях на стриме и смотрели как стример стримит внутри игры стример стримит внутри игры вы просто вдумайтесь и люди просто внутри игры его сидят и смотрят это что вообще такое это как они придумали я понимаю это вот китайский ресурс который там есть стриминговый все это организовал но если такая подобная интеграция будет над свечом мое почтение я конечно честно говоря буду в шоке не ну правда что там они сделали там целый кинотеатр где может стример привести свою аудиторию и они все будут смотреть будут смотреть и наслаждаться стримом внутри игры даже не выходя они просто пытаются сделать какой-то прям мир в мире в мире в мире это вау я тесно поразился на движке ангрион четвертом да все еще это мморпг не имеет такого понятия массово сочиненно не имела до первых двух недель канал агала все на мировых боссов часто исправили ситуацию есть косяки в отдельных каких-то местах но в целом вопросом по оптимизации у меня ну их про и но не просто перестали существовать какой-то момент и я просто ну их перестал видеть чтобы что-то лагало там внутри игры ну нет такого тоже не было но этого это факт серверную часть добавили сделали все классно все здорово единственное что конечно бы из-за того что это мобильная игра и китайская всегда есть этот момент ограничений тех или иных на знаете ну то что виталка ну блин два года мир играет по правилам геншина а еще дольше многие люди играли по правилам других других игр ключей вове там или определенного количества проходов другие данжи все это было по факту только здесь это немножечко видоизменено и поэтому если не обращать на это внимание все в целом хорошо расскажу про что у меня по легендаркам что у меня вообще сейчас какие у меня планы как видите четыре пистолеты в дальнейшем планируется 6 3 4 3 у меня шира планируется также добивать ее как минимум в c5 ну есть коко 3 для хилки нулевание мизидата который не вырулил коса лук в общем лег у меня достаточно много недавно обрадовала меня с гаранта 2 зеро третьего уже добирать было бы славно хотя бы для того для в кого-то фулсет хила под рейды ну а в целом остальное все то же самое ник не выпала мне мерилка не крутил я в этот раз фрик в планах у меня сконцентрироваться на создании физ-сета выходит новый персонаж пятнадцатого но баннер с персонажем клауди у нее увеличенный урон и в принципе физический резонанс красоточка прям вай оружие скучноватое для многих честно говоря тут какой-то есть определенный культ и для меня в принципе даже так ата на которой есть у клауди выглядит очень интересно как и и скилл подумав поразмыслил это думаю что с принципе самая нормальная для меня вариант будет потому что с клауди я также могу использовать и пистолета для для усиления дамага и в целом мне все в этом таком стиле все нравится как-то вот так коплю круточки накопилось у меня уже довольно таки много жалко не жда пятнадцатого я десяточку этим дар кристаллами накоплю тут еще на круточки докинул денюжек кстати благодаря нашему спонсору который появился что еще да в принципе как-то подкопился проблемы такие же стандартные голда ресурс для папушек лэвл сейчас идет тоже довольно таки тяжело но вполне себе нормально как и задумано в принципе игрой по дням тяжел так тяжелу да нет полдня отстоял на пасеке на зеро вон уже половина 63 есть а я сегодня кроме баунти миссии вообще никуда не ходил я там надеюсь даже этот вот сто двадцать пять виталки еще не держи моя нога никуда не ступала все реально все не выглядит дико задротно не включая двух активности форм холл фантазм и ачивки но все это выполняется все это делается в сентябре будет крупное обновление 2.0 нам уже пообещали где-то концу сентября может ноябре как раз уже с пустыни и с городом как и обновление вера по называется до вера точно еще посмотрим как это все будет и на промежутке после обновления вот сейчас который вы из 15 числа кстати 15 1 и 5 обнову как символично дальше будут большое количество винтов с октёбр фестом с хэллоуином очень все в таком роде какие-то гачи костюмчики и прочее прочее я больше надеюсь на то что выйдет более больше групповой контент сейчас еще 15 острова свои сделают свой остров боже в игре и будет свой остров личной все делает игра чтобы в ней оставаться чтобы соответственно делать по ней контент но самое кайфовое еще что из за этот месяц получилось в дискорде англоязычном принципе global версии появился русский комьюнити менеджер админы поддержка перевода патчев на русский язык это в официальном дискорде час от часу как говорится и русский язык появится а если русский язык появится я думаю что эта игра многих заинтересует тем более если они придут под обновление 2.0 и вообще это анонсируют на каком-нибудь их там кони типа там tower of фэнтези не знаю что будет у них в сентябре у них не до буквально на games кони анонсировали ну то есть показали какие-то превьюшки 2.2 версии китай 2.0 соответственно вера который в глобале выйдет этот надеюсь что-то будет еще интересное очень хотелось бы увидеть здесь русский язык хотя бы по той простой причине что игруха действительно достойно на многие ехать но многих все еще смущает английский я перестал его замечать уже через неделю не знаю как-то парадоксально может потому что чат везде на русском языке может быть потому что везде русскоязычная комьюнити и все разговаривают на русском и нету тут вообще никаких набраем проблем не собрайся в пати на босса не другие данжа есть куча нюансов которые делают игру не очень приятной типа якорей которые те в данж собираются и нельзя кикнуть но я думаю что в дальнейшем эти проблемы будут решены очень надеюсь что будет проведена ребятами создателям игры говорится проведем проведен проведена аналитика они поймут что действительно таких персонажей нужно бать не банить на не знают на полдня если они просто приходят и пытаются но есть у нас это мы их называем как-то якоря эти сундук как же там это адепты одного сундука как только угодно их не назовем видите уже комьюнити придумывает какие-то какой-то внутри 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 игровые свои термины это здорово это здорово значит на игра в этом плане живет это хорошо вот что еще сказать про пушки поговорили вроде бы все поговорили какие-то как чему-то у нас на про будущее в принципе тоже рассказал что какие у нас обновления ждут знаете честно я так все так позитивно на данный момент что я хотел бы знаете там какой-нибудь но сказать да не могу правда не могу но мне все нравится но здесь мне уютно и хорошо но мне нравится все что внутри игры происходит но мне нравится с этим боже были слушать и я за последнее время я сейчас смотрю аниме ху про так же про симуляторы про искусственный интеллект шикарнейшим аниме аниме хавиви называется или что-то там про песен по моему как-то вот так пересмотрел бегущего по лезвию в общем мне так нравится что сейчас я снова проявляя вот этот свой забытым как сказать после киберпанк курсе после игры киберпанка сегодня кстати еще состоялась премьера ки аниме киберпанк который выглядит явно местами прям очень даже круто над netflix и завтра выходит будет буду ее обязательно просто прям ждал ее с момента ее анонса смотреть в общем как-то настроение вот это снова появилась и возможно она местами утопическое как-то меня проникает я человек эмоции я в себя их впитываю через себя их проживает но такого же я человек но по-другому не хочу мне так нравится так себя чувствуешь немножко даже очень даже живым и все это вот так позитивно складывается что представляете я понял одну вещь о себе но сейчас не поиграть я так не привык когда хорошо что всегда чуя подвох это же абсурд это же ненормально на любой человек скажет мне кажется ненормально чувствовать подвох просто даже когда хорошо это уже клиника с этим надо явно что-то делать блэйдер хорошо фармит чувствую подвох об подвох на птси давайте моему крылышки подрежем вот этот вот этот скилл неплохой на волшебники об чувствую подвох правильно чувствовал бац его изменили виды изменили поменяли сделали что-то так что тебе даже не нравится в общем в частности игры обострил чувство вот этого узнать искать везде подвох но оно и неплохо сейчас расслабиться правда тяжеловато из-за этого как-то сама смотря на более такие игры которые отличаются от бы до прям в корне отличается от бы то но мне нравится я остаюсь довольным тем что вижу и даже убивая тысячи кроликов на своем здоровом очень цвета детской неожиданности шага ходе боже скрибы его от 0 65 чтобы уже он красного полцвета красивый ребятки большое спасибо что послушали самым мои эти как говорится мы заключение мысли завихрения надеюсь я вас не утомил и большое спасибо что остаетесь вместе со мной на одной волне большое спасибо что заходите на стримы мне это очень важно знать что вам все это нравится и я всегда буду рад послушать ваш фидбэк в комментариях здесь на пусть или на стриме и ну как вам угодно в телеграме вы можете также мне написать в югасике я всегда вам отвечу вами на связи в мире of tower of fantasy юга гильдия платином сообщества galaxy heaven первый раз тора увидимся пока пока